Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Я снова нахожусь в гостях у Натальи. Наталья хозяйка самарской группы по продажам орхидеечек. Ссылочку на ее группу вы найдете в описании под видео. И вот какая красота у нее на этот раз. У нее привоз цветущих и Голландии, и Азиатов. Это Mickey Golden Saint Peloric. Вот такой красивый фаленопсис. И все цветочки, на нем два цветоноса, все цветочки такие вот пилоричные. Их у нее, ну парочка точно есть в наличии. Так что, кому хочется, можете через ее группу зайти и забронировать, пока они есть. А это Trillips Tansion Smart, малыш. Такой вот хорошенький. Ну очень красивый. И, кстати, хочу заметить, что это не реклама. Это такой же обзор цветущих фаленопсисов, цветущего привоза. Точно такой же, как я снимаю и в Юге, и в Леруа, и в Кастораме. А этот нежно-розовый фаленопсис, это не его название. Вот его название. Это Little Gem Stripes. И точно так же я сама делаю покупки в этой группе. У этого фаленопсиса цветочки небольшие. Они сантиметров где-то 5-6 максимум. Ну а там, вот та розовая нежнятина, это Yifon Pink Bee, розовая пчелка. Размер 1,7 написано, но растение такого ничего так нормального размера. Не фласочник вроде как. И уже вот цветет. Кстати, на днях в моей группе ВКонтакте участница выложила фотографию своего вот такого вот красавца. И он у неё ещё и пилорик. И, кстати, говорят, что он ароматный. Ну и цветы у него, как у всех азиатов, тоже, конечно, небольшие. Сантиметров 4-5. И вот ещё вот такой фаленопсис меня просто потряс. Потряс. Сказать, что потряс, ничего не сказать. Это фаленопсис Esme. И он восковый-привосковый. Я видела фотографии этого сорта. Даже как-то пару раз мои зрительницы встречали, покупали его в Кастораме у нас. Но по фотографиям я... Ну, фотографии не передают всего, вот всей прелести этого сорта. Ещё один пластиковый красавец. Очень похож на мой фаленопсис в цветовой гамме, который я покупала здесь же у Натальи. Но это другой сорт. Это сорт Chartreuse. Такое французское на слух название. Причём я пыталась перевести. Онлайн-переводчик ничего мне не перевёл. А это очередная красотка, очередной пилорик. И здесь он идёт под названием Артисту Крафтс. Я так полагаю, что Артисту это производитель, потому что там ещё будут фаленопсисы с приставкой Артисту. Но у нас в нашем русскоязычном обществе этот фаленопсис идёт под названием Джулия. И у меня тоже есть такой, только стандартный. И обратите внимание, я специально показываю все цветоносы, на которых цветочки, чтобы показать, что они все пилоричные. Вот такое вот взрослое растение. И очень-очень красивый цветочек. Очень. Кстати, мне мой надо пересадить, он у меня до сих пор не пересаженный. Так, ещё одна красота очередная. Это не его название. Сейчас я найду его название. Вот, это фаленопсис эквестрис пинг, эквестрис розовый. И его фотографии тоже не такие впечатляющие, честно говоря. Но вживую он потрясающий. Он очень красивый. И цветочки мелкие-мелкие, цветочки буквально сантиметр-полтора сантиметра. Ну, в принципе, как у всех эквестрисов. Очень красивый малыш. Это очередная красотка с такими, как бы это сказать, даже не рыжеватыми, а коричневатыми, именно коричневатыми цветами. И это фаленопсис веноза, веноза CH. Все эти фаленопсисы вы можете найти и эти, и многие-многие другие, которые не цветут, или пришли нецветущими, или отцвели, или в деточках. Это Love Potion Smell. Кстати, вот этот розовый сорт. Все эти сорта вы найдете в каталогах, в группе, преспокойно. И здесь внизу стоит Little Zebra. Правда, Little Zebra уже отцветает. Вот она, мультифлора, маленькая зебра. Как-то однажды я встречала ее у нас в Леруа. Хорошенькая такая малышка. Здесь стоит Magic Art. Вот такой у него интересный цветочек получился. Кстати, на каких-то емкостях, вернее, на каких-то емкостях вы увидите надпись «Продано». В том числе и вот этот Magic Art, и еще несколько фаленопсисов стоят в такой емкости. То есть там уже собираются заказы. Для самарских и тех, кто близко к Самаре, это, конечно, самовывоз. А для иногородних это передержка до тепла. Вот еще один малыш. С такой еле заметной желтой каемочкой, красненький. Вот. Это фаленопсис Артисту Нео. Вот не помню, я сказала или нет, что Артисту, как у пилорика Джулии Артисту Крафт, который идет здесь вот в продаже. Артисту – это, мне кажется, название фирмы-производителя. Тут сейчас я покажу Golden Treasure. Вот он, каскад, каскадный фаленопсис. Замечательный, красивый. Как мне нравится называть фаленопсисы из этой серии цвета запеченного яблочка. Вот какие там полянки красненькие. Это Цимбидиум каскад Новия. Видимо, Новия – это сорт. Но цветы у него изумительные. Причем сами растения, сами кусты, они небольшие, невысокие. Я не спец по Цимбидиумам и не могу сказать, это миниатюрный Цимбидиум, поэтому кустики невысокие. Или он такой сам по себе. Если кто из моих зрителей знает какую-то информацию по ним, вот я целиком показываю кустики. Если кто знает информацию по этим Цимбидиумам, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет тоже интересно об этом узнать. Но у меня почему-то ощущение, что все-таки миниатюрный, потому что там много бульбочек. Это был фаленопсис из микса. Он, кажется, без названия. Ну, а это Моуншин, красавец. Этот фаленопсис, по-моему, тоже идет как без названия. Форма цветочков, вот сейчас смотрю со стороны, и он мне чем-то напомнил немножко Каоду. Это Бьюти. Сейчас я подойду к ней поудобнее. Цветы все стоят на стеллажах под светодиодными лентами. Вокруг вентиляторы, увлажители воздуха. Все для них, как говорится. Мельтаниопсисы, дендрофаленопсисы. Это сорт Таиланд Black. На каких-то ценниках написана цена. Вот он, красавец. Ну, конечно, вживую он, конечно, намного темнее, богаче цвет. Ну, очень красивый дендрофаленопсис. Очень. Кстати, здесь есть и услуга курьера, чтобы сами мне ехать. Ну, я подробностей не знаю, не пользовалась этой услугой еще ни разу. Сама приезжала за растениями. А это фаленопсиса Леодора. Это я приставила в свою руку, чтобы показать, что растения взрослые. Насколько они взрослые и крепкие растения. А они тоже отцветают Леодорочки. Буквально один цветочек оставался на нем живой. И, кстати, в группе был Леодора бабочка. Но я его здесь не увидела. Его, наверное, купили. Вот такие вот малышки стоят, мультифлорочки красивые. Такие даже не розово, а красно-желтые. Здесь вот эти фаленопсисы, это я специально сняла, это сорт Фантом. Если вдруг у кого-то заинтересует эта информация. Вот четыре растения здесь есть. Все крепкие, взрослые. Они просто отцвели в прошлом обзоре. Несколько месяцев назад тот, что я снимала. Фантомы были цветущие. Их было очень много. А сейчас всего несколько растений осталось. Ну, это снова Джулия, которая идет здесь как артисту Крафтс. Но уже цветочки такие стандартные. Стандартные желтые восковички. И тоже растения, конечно, взрослые. Это фирма Оптифлор. Многие мультифлоры идут от Оптифлор. И, кстати, этот сорт любит детковаться. У меня кустик с парой деточек. Единственное, детки все никак корни не дадут. Но они мелкие совсем. Они еще только растут сами. Листочки растут. Корешки давать пока не хотят. Название этого нежно-розового фаленопсиса я вам скажу еще там дальше. Вот, кстати, отложенные фаленопсисы. Это уже заказ чей-то. Кто-то или приедет за ним, или он уедет к кому-то с курьером. И здесь очередная прелесть. Очередная. Сейчас я покажу название этого фаленопсиса. Насчет ароматов я не знаю, кто из них пахнет, не пахнет. Из незнакомых мне. Здесь он идет как артистом модерн. Мне показалось, что он похож на азиата-сортовика. Как же его? А, мастер-пис что ли? По-моему, да, мастер-пис. Ну, в общем, мне просто интересно, это он или это другой фаленопсис? Или это все-таки тоже что-то вроде мастер-писа? Только под другим названием, как это часто происходит. Кто-то тут стоит с бутончиками, бутончики в краб. Вот такой дендрофаленопсис стоит крупноцветковый. И цветок крупный, и растения, само бульбочки крупные. Вот мои четыре пальчика. Для дендрофаленопсиса это размер очень крупный. И само растение взрослое. Это сорт бурана старлет. Посмотрите, сколько у него бульбочек. Вот оно еще, продолжение всей красоты. Это стоят брауни малышки. Коричневые, красивые, с шелковистым блеском брауни. Скоро, скоро весна. Январь заканчивается, скоро весна. Скоро, скоро начнутся заказы активные. Уже начались, в принципе, предзаказы начались. Скоро будем получать свои посылочки. А здесь кто-то желтенький распускается. Но я, к сожалению, не знаю, кто это распускается. Но бутончик очень красивый. Вот эта розовая красотка. И сейчас я где-то должна найти ее название. А вот, это фаленопсис Андреа. Красивое какое у нее имя. Андреа. Он и сам красивый, этот фаленопсис. Конечно, я там налюбовалась. Налюбовалась. Вот и Моушен. Со своими специфическими защипчиками на петалиях. Ну вот, да. Как я обращаю внимание, у всех, у всего сорта Моушен, вот такие вот защипчики. Это особенность сорта. Это, этот фаленопсис я встречаю уже не в первый раз под названием Чингду. И у меня немножко, у меня постоянно возникает вопрос. У меня совсем другой Чингду. Он с такой же тигровой губой. И этот Чингду я знаю. Ну, тот, что у меня Чингду, я знаю. Просто у меня... Но сам фаленопсис другой. Просто у меня такое ощущение, и причем не только у меня одно и так. А у всех, у кого Чингду из старых привозов, несколько лет давностей, больше такого Чингду я не встречаю. У всех вот такой Чингду, как у меня. А этот какой-то другой. И такое ощущение, что они его как-то поменяли, в общем. Видимо, выявили вот другой сорт. Другой вид этого фаленопсиса. Другой гибрид. И под его названием, под названием Чингду его тоже продают. Вот какой тут красивый малыш стоит. Кстати, я не поняла, что это. Это леопард пилорик, что ли, был желтенький. Но я уже туда лезть не стала, просто в чужую коробочку. Я и так вот этот фаленопсис сейчас подниму, посмотрю название и попробую найти. Но и то от того, что он просто близко ко мне. А так, так не рискую, не рискую кого-нибудь задеть с ненароком. Вот, вот здесь я попыталась увидеть название этого, этой мультифлоры тёмненькой, но она без названия. А вот эти малыши, малыши-прималыши, мне стало интересно, кто это. Это оказался фаленопсис гигантея. Они, видимо, из фласочки, вот эти вот малыши, и им ещё расти и расти. Ну, фаленопсис гигантея, сами понимаете, название говорит сам за себя, каким он должен вырасти, какие у него должны быть листья. Предыдущий жёлтенький фаленопсис, это тот самый шартрёс, который я показывала ещё в начале видео. Ну, а здесь снова мультифлорочки. Вот такая интересная форма у этого цветка. Это уже фирма-производитель Little Calibri, и это сорт Люцерн. По-моему, Люцерна это какая-то трава. Если я её, если я не путаю, или город. Что-то я, что-то я запуталась. Попробьте меня кто-нибудь, пожалуйста. Вот ещё малышки из этой же фирмы. Здесь они уже идут в миксе без названия, вот эти вот. Тут беленькая. У беленькой, кстати, цветы крупнее, чем у всех остальных. И она с такой лёгкой зеленцой на лепестках. Красиво отсвечивает, блестит. Розовенькая в полосочку. Тёмненькие рядышком стоят. А это у неё вот такой вот интересный цвет. Вроде бы и красненькое, и оранжевенькое. Что-то, что-то между. Ну, таких красных, красноватых оттенков. А это сорт Yellow Chocolate. Это жёлтый шоколад. Цветочки у него небольшие, некрупные, 4-5 сантиметров. Это этот фаленопсис Лиеки. Его часто привозят и в Леруа. Кстати, она мне очень нравится. Вот эта вот розовая мультифлорочка. Красотка. И мне очень нравится, кстати, снимать у Натальи. Потому что у неё светло. У неё на стеллаже вот эта вот подсветка замечательная. И всё видео получается красивым, чётким. Это фаленопсис Сара. Вот эта вот светленькая с зеленцой. Красавица. Она не белая, она такая вот с желтизной. Отдаёт желтизной. Это ещё одна мультифлорочка. Их там много таких мультифлор. А Сара, по-моему, была одна. Ну, цветущая, во всяком случае. А это сорт Fleur Smelling. Вон их сколько. На дальнем плане стоят лудизии. С красивыми листьями. Красивая малышка. Эти фаленопсисы от NCK. Они зацвели уже у Натальи. То есть они пришли нецветущими и зацвели у Натальи. И как это часто бывает у NCK, Эти все фаленопсисы процвели совсем не по сорту, не по заявленному сорту. А этот даже, посмотрите, вот как смутировал. Вот такой получился беглипчик. И у него ещё есть бутончики. И мне прям очень интересно стало, как процветут другие цветочки. У этого на петалях вот такие вот мазки. Мазочки, я имею в виду. В нижней части и у этих фаленопсисов тоже. Ну вот, помимо этого тёмного крапа. Это уже стандартные фаленопсисы. Цветы у них крупные. Ну вот, те самые лудизи, о которых я говорила. Они стояли на дальнем плане. Они уже оцвели. И в прошлом обзоре у меня, по-моему, я застала их цветущими или кого-то из них. Вот эти фаленопсисы, они, по-моему, то ли не для продажи, то ли это уценка. Это я приставила пальчик, чтобы видели, какого размера цветочек. И это сорт Jungle Soft Cloud. Мягкое облако джунглей или над джунглями. Это фаленопсис Summer. Здесь фаленопсисы, да, это уценочки фаленопсисы. Среди них также и вот этот Эквестрис. То ли это Эквестрис, то ли это гибрид с Эквестрисом. А тут посмотрите, кто стоит. Какой стоит. Какой у него затылок потрясающий. Это фаленопсис Thunder Crack. Грохот шторма. Мне кажется, он отвечает полностью, соответствует своему названию. И вот он какой. Какие у него бутоны. Вы только посмотрите. Это что-то с чем-то. Это, ну, я впервые вижу такой фактуры фаленопсис. Такой прям, как бы, казалось бы, они все восковые, они все кожистые, но все равно они все абсолютно разные. И каждый из них отличается друг от дружки своей вот этой вот фактурностью. И тот фаленопсис, по-моему, это уже был не уценка. Ну, все это вы можете посмотреть и уточнить в группе у самой Натальи. А это снова цветут дендрофаленопсисы. Здесь вот это, по-моему, я не увидела название, но, по-моему, это Ренантера Моначика, то ли Монахика, как-то так она называется. Ее фото тоже есть в группе. И цветочки у нее совсем не крупные. И тут тоже кто-то цветет. Это дендробиум. Вот такими гроздьями цветет он. И мелкие-мелкие цветочки на каждой гроздочке, на каждой веточке. Хотя, знаете, бульбы на дендробиум не похожи. Ну-ка, сейчас посмотрим. Может, нет, написано дендробиум. Если этикеточку не поменяли, здесь написано дендробиум кобианум. Это надо погуглить. Кобианум. Вдруг кому-то станет интересно. Да мне само интересно. А это Сога Готрис, который идет здесь, как Фаленопсис Тес, по-моему. Кстати, он у многих идет. И в обычной продаже тоже он встречается. Редко, правда, но встречается. И идет как под названием Тес. Это не для продажи. Вот что-то не для продажи. Что-то уценяется, что-то не для продажи. Что-то в личной коллекции самой Натальи. Вот такая вот красотища стоит. Кстати, вот эти малышки, по-моему, тоже отложенные. Тоже интересная форма у цветка. Это сорт Франс. Франция. Литл Карибри фирма. Франция. А значит, люцерн это город. Просто, по-моему, есть трава тоже такая люцерна. Это я к тому, что какой-то из фаленопсисов до этого этой фирмы назывался люцерн. Вот эта малышка, по-моему, идет без названия. И, к сожалению, вот, кстати, вот не смогла я передать ее красоту. Камера не поймала. Тут кто-то в полуроспуске. Но туда я уже не доберусь в такую глубину. Ну, естественно, есть и сопутствующие товары, все, что угодно. И препараты, и горшочки, и кашпо, и удобрения. И все-все-все. Эти фаленопсисы тоже не для продажи. Вот они, по-моему, как раз и из коллекции Натальи. Это ее растение. И вот такая красота. А, это данные, если вдруг кому-то интересно, какая там температура, влажность. Здесь мне далеко было снимать, и поэтому мы уже без названий фаленопсисы будут. Но это стюартиана. Она узнаваемая. Это тоже стюартиана, только желтенькая. У меня, деточка, такой, кстати. Вот этот беленький. Это кто-то из эквестерисов. Вот этот биглипчик потрясающий такой вот каскад. И когда находишься там в помещении, там нет вот этого мигания лампы. Это только камера улавливает. Поэтому немножечко, чуть-чуть потерпите. Сейчас это прекратится. Но эту красоту я должна была снять. Сейчас я уже отойду от этой лампы. Подойду снова к стеллажам. Там семнадцатый этаж, если кому любопытно. Ну, конечно, невозможно оторваться от этой красоты. Хочется ходить, ходить, рассматривать. Я когда вошла, ну, мне это и для видео надо. Вошла я сначала все посмотрю, кто где цветет. Чтобы никого не пропустить, когда начну снимать. А то вдруг где-то какой-то цветочек. Например, вот как этот цветочек, этого дендробиума. Вот он единственный остался у меня незамеченный. Это дендробиум манелиформы. Такой вот компактненький дендробиум. У него цветочки тоже небольшие. Это вот, видите, по сравнению с моей ручкой, вот такой вот небольшой дендробиум. Я надеюсь, что я никого там больше не пропустила из цветущих. Всех сняла. Ну вот, в последний момент все равно можно кого-то увидеть. Кстати, вот этот вот фаленопсис, этот golden sand пилорик, он во многих группах есть. И всюду его фотографии. Но при всей моей любви к пилорикам, меня фотография, которые в группах, тоже как-то не трогала. А вот когда я увидела его так живьем, живьем он очень красивый. Ну и эта мультифлорочка Esme тоже меня потрясла. Потрясла, потрясла. Ну все, на этом закончу свое видео. Спасибо вам всем большое за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»